В моем маленьком гребаном городке, в Бомштауне, есть один нюанс, как у Петьки с Василием Ивановичем. Физкульт, привет из Берлоги. Немножко прислал мне город-герой Санкт-Петербург вопросиков от подписчиков канала TechRussia. И сколько их есть, какие есть, и толком не читал, но быстренько все постараюсь ответить. И у нас еще хантер-минутка сначала. Есть такая интересная функция, как проверить центровку. Если, допустим, вы сомневаетесь, хорошо ли вы закрепили колесо на валу, то есть совпадает ли конус отверстия внутри, совпадает. Ну, если вы, допустим, поставили снаружи, совпадает ли снаружи, то в данном случае при этой функции можете проверить центровку. Примерно вкратце объясняю, как она здесь делает. Вы устанавливаете колесо на вал, делаете запуск, снимаете все, проворачиваете конус относительно вала, ставите колесо на место, также зажимаете, делаете повторное вращение, и он вам печатает тут картинку на экране, правильно ли у вас было закреплено до этого колеса и в этот раз, либо неправильно. Все это он почувствует, покажет и подскажет, что нужно в таком случае делать. Окей, поехали дальше. Вопросы для Родиона июнь 2020. Расскажите, как ремонтировать колесо, если клиент приехал с жирным жгутом в плече, заранее благодарен. Очень хотелось бы увидеть ремонт грыжи в легковом колесе. Как будет у меня какая-нибудь грыжа, подходящая для ремонта, естественно, все я покажу. Там очень интересный такой приемчик, я его придумал там лет сто назад уже, но он работает, он классный, кайфовый и самое главное, это радует вас по итогу. Обязательно покажу. В плече у нас ремонтируются проколы, конечно же, только с разделкой, с вулканизацией ОДМ. Одноэтапно, двухэтапно, это не важно. То есть там нет ничего такого экспресс-ремонтного. Если, опять же, вы хотите хорошо починить колесо, если хотите плохо починить колесо, можете жгутаться, не выдергайте с плеча всех. Нет, на самом деле, конечно, нужна разделка, нужна вулканизация плеча, только так у нас предусмотрено. Так, как понять, что использовать, как понять, что лучше. Каждый материал и технологический процесс выбирается относительно характера повреждений, его на месте шины и угла, степени износа покрышки. Имеется в виду, есть ли повреждения в протекторной зоне, ну и, само собой, целесообразность вложения денег к ремонту покрышки. Я так полагаю, вопрос о том, что какой материал лучше выбрать для ремонта конкретной покрышки, зависящей от его износа и от технологии ремонта. Согласен, само повреждение всегда, как правило, должно выбирать у нас материал ремонтный, то бишь грибок или заплатку или вулканизация. Согласен с этим полностью. Но, есть один нюанс, как у Петьки с Василием Ивановичем. Если, допустим, повреждение у нас просит маленький 249-й грибочек, дабыло с 3-мм ножкой, но протектор осталось там буквально 2-3 мм, может быть даже меньше. И мы знаем или предполагаем, что ты наш хороший клиент, который в скором будущем сменит резину на получше, то я не вижу смысла вкладывать туда немножко денег больше, чем это обойдется, допустим, 222-м жгутом. Чтобы не вкладывать лишние деньги в это лысое изношенное колесо, лучше этот человек, не потраченные деньги на дорогостоящий ремонт, который не заслуживает действительно ничего, вложит в следующий комплект нормальной резины. Как-то надо, наверное, все-таки исходя из своего опыта, отношение клиентов, знать и клиентов, и что у него важнее, пробеги все-таки или сезонность, как он быстрее изнашивает резину, самому нивелировать и выбирать все эти вещи. Я, конечно, предпочитаю ремонтировать все изнутри заплаточками и грибочками 249-ми, 250-ми, 251-ми уэльками. Но, допустим, буквально вчера приехал очень хороший клиент на хорошем межлене, два передних у него, правда, но у него был момент, когда он поздно меня попал, и у него сейчас получается, что пара жирная, пара лысая. И в этот лысый саморез, ну, не стал я делать заплаточку, я знаю, что он скоро поменяет. Не поставил жгут, как бы, без зазрения совести. По цене, конечно, это больше, чем в два раза меньше, если это делал бы я грибочком, но он эти денежки потратит на нормальные колеса. Это надо все, как бы, самому принимать решение вместе с клиентом. Но, опять же, первее у нас идет выбор материала по повреждению, а дальше идет экономическая составляющая. Если не секрет, сколько ремонт ползуна обходится? В грузовом этом мире, да, я так понимаю, прицепные колеса обходятся примерно от 5 до 7 тысяч рублей. Но, на самом деле, это очень муторная тема, очень много уходит материала, плюс очень сложно вывести потом эту геометрию. Занимает очень много времени, трудозатратное. И я, наверное, откажусь от этих ремонтов. Неинтересно мне оно стало, на самом деле, потому что, потратив на этот ремонт ползуна 2-3 дня, и там, ведро или 2 сырой резины, потом каждый вот этот клиент, который видит в себе, наверное, Микеланджело, начинает вот эту геометрию вычислять. Я устал от этого, честно говоря. И мне проще отказываться и заниматься нормальными технологическими ремонтами, чем вот этим творчеством. Наверное, все дальше и дальше от меня ходят эти творческие вещи. Больше прагматично относиться, как я сейчас отношусь, ко всем этим ремонтам. Так, если центр заплатки ставит центр повреждения, и при этом заплатка торчит за бортовое кольцо, это нужно срезать или сместить заплатку вглубь. Первым делом нужно обратить внимание, не попадает ли само повреждение в неремонтную зону. Это самое первое. Если оно попадает в неремонтную зону, лучше его не делать, парни. Отказывайте все от этих непонятных вещей. Поберегите себя, душу, нервы и денежки клиентов. Если оно торчит за бортовое кольцо, да, иногда я его, бывает, вывожу у этих пластыря, при условии, да, что он попадает в повреждение, не попадает в неремонтную зону, обрезаю и стачиваю все под клин, под конус, как снижаю все это напряжение на крыльпластыря. Но тут момент какой. Сместить заплатку вглубь вполне возможно, и даже, наверное, будет более резонно. Где у нас идет отрицательная геометрия к носочку борта, там, естественно, пластырь остается в очень таком большом напряжении на отторжение. И если вы, допустим, сместите на пару пальцев, ну, или там процентов на 20-25 пластырь по радиалке вглубь шины, блин, ничего, не то, что ничего страшного не будет, это будет намного лучше на самом деле. Так что смещение до 23% в радиальных пластырях вполне себе программированная, хорошая, нормальная вещь. Вполне. Хотел узнать ваше мнение, есть ли шина 255-40 R19, а боковая пробоина, где W60-L20, есть ли смысл пробовать ее улокализировать или сразу замена? Я не стал бы этого делать. Резина скоростная, похожая резина дорогучая. Повреждения с шириной 60? Нет, конечно, этого делать я не буду. Но, наверное, весь остальной мир и увлекающийся тьфу, мать его резинокордом, да будьте выпрогли. Подскажите, пожалуйста, сколько максимально допустимый вес приклеимых грузов на колесо в общей сложности? Очень интересный колоссовский вопрос. Сложный и, наверное, не имеющий однозначного ответа. Каждый, наверное, шиномонтажник, академик, зная и легко, легко находит эту таблицу стандартов грузов по балансировке, еще, кстати, на советских временах, если кто не знал, на всякий случай, и во всех этих соцсетях сразу, там, если, допустим, просят больше 70 грамм, колесо его надо срочно избавляться, везти в магазин, менять на что-то другое. В реальной жизни, наверное, никто этого не делает, и никто не приезжает в магазин и говорит, ваша машина просят больше 70 грамм, ну, там, в зависимости от размера, кстати, груза, и никто этого не делает. В реальной жизни что вижу я? Сильно большого страха, на самом деле, от большого количества грузов я не вижу. Балансировка, ну, в том числе, не в том числе, наверное, да, Hunter, да без разницы, сколько грузов он покажет. Лишь бы геометрия шины была нормальна, лишь бы неоднородной шины была вся правильна, а это проверит, опять же, только Hunter с этим валиком прижимным, которого у меня, к сожалению, пока нету, но я надеюсь, будет. Это гораздо все важнее, потому что сколько бы грузов он не показал, если мы правильно и грамотно все разместим, без фантазии, без двухэтажных этих вещей, без по всей плоскости в одной, в нескольких местах разные грузы, это поналепим, и он покажет нам, окей, окей, либо в вашем мире 0,0, и не будет все это задевать за суппорт, и ничего это не отлетит, да какие проблемы? Моя машина, и, допустим, машины моих товарищей, они требуют, ну, бывает даже по 300 грамм на сторону, но у нас большие, могучие, тяжелые колеса, и что мне остается делать? Если мое колесо, допустим, весит 50 или 60 килограмм, да черт, узнает сколько, ну, тяжеловато ее поднимать, и все мы выводим в окей-окей, и все нормально и гладко ровно едем, поэтому впервые я бы назвал правильно и грамотно располагать груза, как просит станок, а не то, сколько он просит. Все, опять же, должно быть зачищено, груза должны быть новые, потому что очень много, замечаю, бэушный, липучий даже груза на Космопен, ну, на Суперклей, лепят это нехорошо. Ну и соблюдайте, чтобы станок был откалиброван, здесь все у нас чисто, фен есть, обезжириватель есть, диск чистый, ровный, все в порядке. Поэтому количество грузов не то, чтобы не важно, но я бы сильно не парился на эту тему. Правильно я понял, статика влияет на руль, а динамические на ступичные подшипники. Возможно, и правильное, все оно взаимосвязано там. Надо все балансировать всегда нормально, и не делать приоритет в чью-то сторону. Статический дисбаланс, ну, точнее, говорю, ну, тут динамически написано, парный дисбаланс. Все должно быть всегда хорошо, и не думать о том, какие будут последствия. Надо так, чтобы клиент уезжал от нас прекрасно вдали. Кстати, не вдали, как сегодня. Приезжала Subaru, интересный молодой человек, приехал тоже не мой клиент, но я был рад увидеть, у него нормальные диски, один чуть кривой, не пожелал сразу его править, и резинами шли. Но там криво не настолько, чтобы у человека были проблемы. И вот, увидев старый дисбаланс, да, я вижу там по 40-50 грамм на сторону, я надеялся, что все исправлю. Мы все почистили ступицы, почистили диски. Здесь все у меня окей-окей, причем, и когда сами смотри, снаружи я для него все это пробовал, чтобы показать, все прекрасно в себя выбивает в океи, но человек все равно вернулся, сказал, у него проблемы. То есть я предполагаю, там что-то в трансмиссии. У него, скорее всего, дело. Единственное, что машина его не получается поднять, там все это газонит на лету, но, чтобы проверить, насколько это бьет без колес, допустим. Я думаю, он разберется, мне обязательно сообщит. То есть в колесах, я уверен, там на 100%. Поэтому надо делать так, чтобы быть уверен в колесах, а не делать скидку на что-то. Допустим, это расслабить или то, не довешать. Нет, все это должно всегда делаться правильно. Так, а может быть, есть чертеж вашей модифицированной латировки? Нет, не будет никогда. Сами, ребята, изобретайте, сами думайте, развивайтесь, пусть у каждого из вас будет своя фишка, которую не знает никто, даже я. Текстурной щетки. Насколько хватает по объему работы зачистки при валочной ступичной поверхности? На самом деле, наверное, ступицы мы не чистим. Текстурная щетка, потому что это бесполезная массаж. Ступица получится вместе с ржавсиной. Есть у меня другие специальные щетки. Кстати, сейчас своему товарищу, который занимается там одной известной фирмы инструментом, в том числе и ручным, привезет мне тоже чуть-чуть щеток на пробах. Щетки, пацаны, берите разные, какие подходят, и ищите где угодно. Мои щетки продаются за 50 километров от меня. В моем маленьком гребаном городке, в Бомштауне, нету таких щеток. Не могу их здесь найти, ни за какие деньги, блин. Приходится, есть город Герой Новосибирск, как они висят на полочках, на этих штучках, дрючках. Я их прям так раз в корзинку, сколько есть, 10, 20, 30 раз. Да, не уходит их много, но свою работу надо выполнять, я думаю, хорошо. Потому что ценник у меня тоже не маленький, даже по сравнению с Новосибирском, поэтому стараюсь сделать все прям, чтобы на ура. Все, на этом этапе. Никогда не обманывайте клиентов. Всем удачи, успехов, пацаны. Развивайтесь, ищите. Не экономьте на материалах. Субтитры создавал DimaTorzok